Крупнейший в истории размер военной помощи США Украине – более трех миллиардов долларов, чтобы дать возможность стране защищать себя от российской армии. Именно это главный мотив поддержки, подчеркивают в Белом доме. Несколько недель назад мы заявляли, что не рассчитываем на то, что боевые действия прекратятся зимой. Они и не прекратились. Более того, в некоторых районах они стали даже более ожесточенными, особенно на Донбассе. Поэтому мы хотим сделать все, чтобы украинцы были хорошо оснащены и подготовлены к боевым действиям, которые им придется вести в ближайшие несколько месяцев. Российская пропаганда неустанно пытается убедить свою аудиторию в том, что Киев – лишь марионетка Вашингтона. Но главная цель США, которой заявляли многократно – помочь Украине защитить суверенитет и независимость от российской армии, которая не брезгует никакими методами ведения захватнической войны. Мы оба хотим, чтобы эта война закончилась. Мы оба хотим, чтобы это закончилось. И, как я уже сказал, это могло бы закончиться сегодня, если бы у Путина было хоть какое-то достоинство. И он поступил бы правильно и просто сказал – сворачиваемся. А пока путинская армия не собирается сворачиваться, США помогают Украине расширять возможности по освобождению временно оккупированных России территорий. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников после разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином. Москва никак не отреагировала на новую военную помощь, среди которой боевые машины пехоты, артиллерийские системы, бронетранспортеры, ракеты, боеприпасы. Ведь пропаганда режима сама выбирает время, когда новое оружие Украины угрожает, то есть подходит под их информационные операции, а когда нет. Российские официальные лица и милитарные блогеры почти не отреагировали на последнее объявление о военной помощи. Хотя недавно Кремль изобразил передачу Украине сугубо оборонительных систем ПВО «Патриот» как эскалацию. Отсутствие реакции России на заявление США о военной помощи подтверждает предварительную оценку о том, что Кремль больше озабочен своими информационными операциями. Из сообщения Института изучения войны. 225 миллионов долларов из заявленных 3 миллиардов помощи пойдут на модернизацию украинской армии. Уже с конца января украинские военные начнут тренировки по работе ЗРК «Патриот» на территории США. В то же время продолжается контроль аудита, милитарной помощи Киеву. Во время последнего визита в украинскую столицу сенатор Соединенных Штатов Ангус Кинг и глава Комитета Сената по вооруженным силам заявили, чрезвычайно поражены высоким уровнем учета Украиной военной помощи. Юлия Безбородько для телеканала Freedom.